Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как прошедший 17 июня в Киеве под офисом президента митинг партии Шария. Как я раньше и говорил, что Зеленского использовали Татаран, Тлана Белоголубых, Медведчуца и ОПЗЖ. Еще одна часть этого Тлана Шарий и Аватов и Коломойский. Они его использовали как таран для того, чтобы сбить с поста президента Порошенко, потому что Порошенко был политически сильной фигурой. Они сами не медведчут, не шари, не могли самостоятельно сбить его, только при помощи какого-то тарана. И этим тараном оказался Зеленский. Зеленский, который позиционировал себя с народом и тому подобное. И как я раньше говорил, приведя Зеленского к власти при помощи одураченного народа, народных масс, Шарий, Медведчук, Портнов, эта вся компания, начинают валить его политически, начинают его уничтожать для того, чтобы уже встать на его место. Так как же, по факту, этот Зеленский, это человек, которого подставная фигура, как говорится, полезный идиот. Считают, что с 17 июня мы увидели этот план по уничтожению Зеленского и входа власти партии Шария, начал приводиться в жизнь. Было 1000-1200 человек приблизительно, как на мой субъективный взгляд. Из них половина нанятой охраны, ну пусть не половина, а четверть. Все остальные, это молодежь в основном, привезенная из областей, где больше всего поддерживают этого человека. И где больше всего его поддерживают, считают, что мы увидели так называемый ход по нему от Шария, который агитировал, который рекламировал этого человека, который призывал голосовать за Зеленского. А потом, используя его для уничтожения Порошенко, начал спустя год уничтожать Зеленского в своих, так сказать, политически корыстных целях. На мой субъективный взгляд, происходит смычка Авакова, Шария, Медведчука, Коломойстова. И вот эта ация 17 июня партии Шария и ация нас корпуса, который выступал против этого марша, этого митинга. Это одна постановочная игра. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Высказывайте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, дизлайки.